С внешних камер МКС трансляция в прямом эфире. Иногда слышны реплики космонавтов и фрагменты переговоров с наземными службами. Так и выяснилось, что на борту космической станции нашли применение прибору из медицинской аптечки в иллюминаторе, земля и стетоскоп. Дело в том, что МКС теряет воздух. Полкилограмма в сутки утекает в космическое пространство. Где-то на станции в обшивке или стыковочных узлах промежуточной камеры модуля «Звезда» российского сегмента образовалось отверстие, которое нужно найти и залатать. Проблема в том, что оно крошечное, меньше миллиметра. Разглядеть невозможно, так что придется услышать прибором для исследований сердца и легких. Никогда таким способом, насколько мне известно, не пользовались первый опыт. Чтобы им прислушаться в этой камере к утечке, нужно будет задравить люки и постараться выключить все движущееся. Вот в этом самая сложность. Тогда они услышат. Утечку пытались обнаружить при помощи ультразвукового датчика, как это делал космонавт Сергей Прокофьев в 2018 году. Тогда оказалось, обшивку кто-то просверлил. Анатолий Иванишин и Иван Вагнер пошли другим путем. К предположительно поврежденной поверхности приложили тонкие полоски пленки и пластика. И установили камеры наблюдать. Когда есть явный поток воздуха в сторону вакуума, тогда эти полоски... Но, как видим, эффекты это не дало. Это течь нужна большая, которая поток создает. А течь очень маленькая. А накануне, судя по переговорам с наземными службами, попробовали другую необычную методику. Заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле. Со скотчем была идея. Вдруг это уплотнение стыковочного узла. То есть стыковочный узел. И вдруг он подтекает по каким-то причинам. И чтобы в это убедиться, можно попытаться проклеить скотчем по стыку серой лентой. И посмотреть, уменьшится утечка или не уменьшится. То есть, если уменьшится, значит она там. И мы можем более серьезно ее заизолировать. Изолировать пока нечего. Отверстие не обнаружено. Слишком маленькое даже для того, чтобы начать серьезно беспокоиться. Во время эксперимента на ночь экипаж закрыл люк в камеру модуля, чтобы проверить уровень давления в этом предположительно поврежденном отсеке. Оно упало с 732 до 617 миллиметров. Когда люк открыли, пришло в норму. Эта течь не является чем-то таким, что требует срочных действий, срочного спасения экипажа. Это нормальный поисковый режим. Есть несколько вариантов, как из этой ситуации выходить. Но будем анализировать, смотреть. В принципе, просто закрыв люк в этот отсек, это уже минимизирует ущерб для всей станции. Другой вариант – доставить на станцию дополнительный объем воздуха. Но пока больше надежды на стетоскоп и другие подручные средства.